Помните, как в голливудских фильмах, когда герой с большим весом решает похудеть? Включается классный трек и начинается мотивирующий ролик, где полный человек прыгает на скакалке, качается в тренажерном зале, переворачивает огромные колеса и так далее. Насквозь мокрый от пота, ему очень трудно, но к концу двухминутного ролика он уже стройный и довольный. Так вот, такое только подтверждает наше убеждение, что если нагрузить себя тяжелыми и высокоинтенсивными физическими нагрузками, то можно похудеть быстро. Всем привет! С вами Светлана Никитчук и вы на моем YouTube-канале. Уже более 11 лет я помогаю женщинам, а также мужчинам снижать вес, возвращать здоровье путем правильного рациона. Запись на мои программы под этим видео по ссылке. Ну а сегодня я обещала дать вам рекомендации по физической активности, так что далее только об этом. Наверное, в этом и причина того, что в наших головах укоренился такой ошибочный способ физической активности для борьбы с лишним весом. Мало того, что это очень-очень трудно и опасно для здоровья, я знаю, что многие даже пробовали, но не смогли, потому что это адски тяжело и больно. А еще и травмоопасно. Восстановление даже после микротравмы затягивается на длительное время. Суставы и так испытывают колоссальную нагрузку из-за чрезмерного давления на них. От этого хрящевая ткань стирается, человек чувствует боль и ни о каком беге или приседаниях, и речи быть не может. К тому же, лишний вес усугубляется отдышкой, повышенным артериальным давлением, что говорит о сердечно-сосудистых проблемах. Поэтому вводить в свою жизнь физическую активность нужно грамотно, плавно, без рывков. Ваша задача восстанавливать, возвращать здоровье, а не идти в надрыв и травмы. Сразу скажу о противопоказаниях к тренировкам. Ожирение четвертой степени, когда индекс массы тела превышен на 100%. То есть, при среднем росте 170 см вес составляет от 120 и выше. Слабый пульс с частотой ударов меньше 60 ударов в минуту случается регулярно. Гипертонические кризы с цифрами 200 на 100 также возникают часто. В этих случаях только лечебная физкультура с прописанной программой врачом-реабилитологом или кардиологом. Если у вас нет таких противопоказаний, и вы решили снизить вес, то в первую очередь начинаем с пересмотра питания. Это самый первый шаг, база. Только после него, в зависимости от исходного веса, возраста, физической подготовки и проблемам со здоровьем, вводим физическую нагрузку. Большую ошибку совершают девушки. Я видела таких в фитнес-клубах. Они замотивированы и полны решимости сжечь как можно больше калорий за одно занятие. И ошибочно выбирают высокоинтенсивные и сложные занятия, после которых начинают болеть колени, голеностопы, спина, случается гипертонический криз. Естественно, это приводит к разочарованию в спорте и резкому снижению мотивации. Мол, я лучше и дальше буду носить свой XXL. Наш организм очень прочный и выносливый, но его нужно тренировать постепенно, повышать нагрузку и интенсивность. Вспомните, придя на ту же легкую атлетику, никто не сказал вам бежать сразу 10 километров или плыть 30 бассейнов по 50 метров. Нет, все начинали с общей физической подготовки ОФП, укреплению мышечного каркаса и адаптации работы сердечно-судистой системы. Так вот, здесь то же самое. Надеюсь, я понятно объяснила, что начинать с минимальной нагрузки, например, с ходьбы, классической или скандинавской, по 30 минут. Желательно следить за пульсом, он должен быть в пределах 130-140 ударов в минуту, это средний показатель, или 60% нагрузки от максимальной. Чтобы узнать свой предел по пульсу, вот вам формула по его расчету. 220 минус возраст, полученную цифру умножаем на 60%. С этим пульсом вам нужно ходить на кардиотренировку. В этом помогут гаджеты. Их огромное количество. Выбирайте по ценовой политике и личным предпочтениям. Они помогут контролировать тренировку, повышать или понижать интенсивность. После того, как вы привыкнете, и уже при самой быстрой ходьбе пульс не будет повышаться, тогда стоит задуматься о беге. Можно начинать интервальные тренировки, совмещение ходьбы и бега. Опять же, с минимальной составляющей бега в начале и плавного увеличения с переходом на бег полностью. И продолжаем следить за пульсом. Отдельно хочу сказать о скандинавской ходьбе, которую выбрала Аня, героиня влога Лана Яхудею. Что она задействует большее количество мышц, чем классическая ходьба. А именно, сокращение крупных мышц ног, рук и спины. Это заставляет жир топиться интенсивнее. Разница приблизительно на 40-45% калорий в сторону сканди. Плюс палки забирают часть нагрузки на себя с колен и позвоночника. Для уменьшения жировых запасов нужна еще и хорошая оксигенация. Или другими словами, приток кислорода. А на свежем воздухе его явно больше, чем на беговой дорожке в зале под сплит-системой. На тренировку можно одевать поддерживающие бандажи для коленей и спины. Как усложнять тренировки? Увеличивайте время тренировки от 30 минут до 60. Повышайте скорость и следите за пульсом. Меняйте маршрут, подъемы, спуски. Качество тропы заставит мышцы расходовать больше калорий. Удлиняйте шаг, помогая руками. Добавляйте на остановках силовые упражнения. Для повышения интенсивности любой ходьбы добавляем интервальные тренировки, когда сначала чередуем высокий и медленный темп. 5 минут средний темп, 1-2 минуты быстрый, почти бег. 5 минут средний темп и так далее. Затем добавляем силовые упражнения, но обязательно с высоким темпом. Если не ходьба, то с чего еще начать? Плавание, пожалуйста. Также начинаем не менее чем 30 минут активного плавания. Особенно рекомендую, у кого проблема с суставами не позволяет ходить и бегать. Плюс вы еще получаете массаж. Тренировки допустимы ежедневно. И далее переход в аквааэробику для повышения нагрузок. Абсолютно да, если вес большой. Танцы тоже подойдут. Если вы любите подвигаться под зажигательные ритмы, они на самом деле круто работают. И не только на сжигание калорий, но и на эмоциональное состояние, которое крайне важно в похудении. Поэтому я включаю их в программу ЦЕХ, когда 2 недели мы питаемся по безопасной исследованной программе питания и танцуем. Результаты всегда классные. Занимайтесь кардиотренировками 2-3 раза в неделю, если хотите удерживать достигнутый результат в весе. А также для здоровья и укрепления организма. Но если ваша цель активное снижение веса, то 5-6 тренировок в неделю это для вас. Я называю эти часы свидания с собой. Когда можно подумать, помечтать, что-то спланировать и даже соскучиться по семье. И самое главное, утром встать на весы с минусом. Это все рекомендации по кардиотренировкам для снижения веса. Совсем скоро продолжение истории про Аню. Пишите в комментариях, если остались какие-то вопросы. С вами была Светлана Никитичук. До встречи. Пока-пока.